Итак, народы мира, если мы дадим ему хотя один час пробыть среди нас, то тогда все человечество перевернется вверх дном, и мы все погибнем. Монарх еще не окончил свою речь, как снова заволновалось все человечество. И большая часть его громко завопила. Смерть ему! Смерть ему! Почему? Рядом со Христом стоял какой-то немецкий пастор. Он так сильно ударил рукой его по лицу, что Христос пошатнулся. Неподалеку от Христа стоял в средних лет какой-то еврей. Он очень сильно плакал. Христос несколько раз умиленно смотрел на него. Когда еврей этот увидел, что пастор ударил по лицу Христа, он не вытерпел. Он возмутился и выступил на защиту Иисуса. Он обратился к народу и начал говорить так. Христиане, да будет вам известно, отцы, начальники наши в бытность его на земле распяли его, но распяли в то время, когда история о нем молчала. В его защиту лишь говорили. Первое. Необыкновенная святая его личность. Второе. Его, как сам Бог, святое учение. Третье. Его божественная жизнь. Четвертое. Его чудеса вплоть до воскресения и вознесения на небо. И вот за то, что евреи отвергли эти неопровержимые свидетельства о нем, как об истинном мессии, пришедшем от Бога спасти людей, они, или лучше сказать, все мы, сыны Израиля, вот уже 19 веков, несем величайшее Божие наказание. Это наказание мы будем нести до последнего дня судного, именно за то, что мы, евреи, распяли его. Но, христиане, в настоящее время на стороне Христа стоит еще пятый свидетель, свидетельствующий о его божественности. Это история. И вот, за то, что вы так бесчеловечно поступаете со Христом, предательски относитесь к Нему, знайте, та же самая история рано или поздно выступит в защиту Христа и подвергнет вас страшнейшему наказанию. Такому наказанию, перед которым все катастрофы мира всего будут казаться детской игрушкой. Еврей еще хотел продолжать свою речь, как в это время народная волна сбросила его с места, и он упал. Через минут пять после речи евреев в защиту Христа, стал было говорить какой-то китаец, но его народ сбил с ног, и он повалился. За китайцем выступил, говорит, в защиту Христа, какой-то турецкий мула. Но он только что открыл рот и сказал, чтобы правоверные магометане защитили пророка Христа, и христианам не дали бы бить его. Как в это время народ особенно заволновался. Заволновался он ввиду того, что какая-то японская вдова-крестьянка выкопала из могилы своего единственного и двадцатилетнего сына, который умер от холеры и в могиле пролежал в девять суток. И вот эта несчастная вдова с помощью других через народную толпу протащила гроб своего сына и поставила его на Христа. Сама же стала на колени перед Христом и начала молить его, чтобы он воскресил ее сына. Христос сжалился над этой вдовой и, взглянув на труп, сказал, «Юноша, я говорю тебе, встань!» Мертвый, точно пробудившись от сна, выстал совершенно здоровый. За этим юношей через народную толпу протащили еще один гроб ко Христу. В этом гробу лежал мужчина лет тридцати, почти весь истлевший. Он был украшен змеей-коброй. Он пролежал в земле пять месяцев. И этот гроб также поставили к ногам Христа, чтобы он воскресил этого мертвеца. Нужно напомнить, что мертвец этот был индеец. Христос, видя мольбу и слезы семьи у этого умершего, сжалился и воскресил его. Умерший тотчас встал и начал перед всеми ходить. В тот момент, как Христос воскресил последнего мертвеца, к нему подошла депутация. Она состояла из четырех человек. Первый был римский первосвященник, второй – греческий патриарх, третий – русский митрополит и четвертый – тот же самый могущественный император. Христос с радостной духовной улыбкой снова поцеловал их. Депутация торжественно спросила его, «Ты ли действительно Христос?» Иисус ответил, «Я Христос. Если ты действительно Христос, – начал первосвященник, – то мы хотели бы знать цель твоего появления среди нас. Скажи нам, не скрывай от нас, ради чего ты сюда явился. Если ты по своей природе Бог, если ты свят, и если ты так грозно некогда предупреждал всякий соблазн и чуть не проклятием клеймил всякого соблазнителя, угрожая ему горем, гиенную, то зачем же ты сам своим появлением среди нас так всех озлобил, так соблазнил, так возмутил против себя все человечество? Зачем твое появление среди нас точно электрический ток зарядило злобой сердца человеческие? Я только одно скажу тебе. О Христос, заклинаем тебя, Богом, возьми свое ужасное для нас Евангелие и скорее уходи туда, откуда ты пришел к нам. Уже если говорить правду, так говори до конца. Да, знай же и всегда помни, что как ты лично сам, так и твое Евангелие для нас, особенно имущих власть мира сего, бесконечно хуже и опаснее самой ужасной смерти. Уйди же от нас и больше не появляйся. Слышишь? Больше никогда не появляйся среди нас. Христос, хотя и улыбался, но с его бледного лица падали крупные слезы. Не успела эта депутация оставить Христа, как он уже был оцеплен густым кольцом войск. В него тача же начали стрелять из ружей, пулеметов и батарей. В это время казалось, что весь мир, вся вселенная точно подверглись какой-то ужасайшей, страшной катастрофе. Всюду были слышны раздирающие душу дикие крики. Страшная брань, постыдная ругань, грохот пушек, людской шум, стон земли, густой дым. Все это представлялось каким-то неописуемым адом. Ярость и злоба воинов настолько были велики и безумны, что они в ту же самую первую минуту перенесли их и на сами себя. И лилась их кровь по всему лицу земли. И вся земля была усеяна человеческими трупами. И в живых и сынов человеческих мало кого осталось. Весь мир почти превратился в какое-то мировое кладбище. В это время Христос был очень грустный. Он ходил по этому мировому кладбищу, горько оплакивая всех павших. Он наклонялся над каждым мертвым и горячо целовал их. Когда Христос обошел всех сынов человеческих, тогда Он стал среди этих трупов, среди этого бездыханного, мертвого кладбища людей. Он поднялся, выпрямился и свою левую руку, приложив к своему божественному тчелу, тихо шептал. «Когда я приду на землю, то едва обрящу веру на земле» — Лука 18,8. Эта странная картина несколько ночей подряд преподносилась моему раскаленному воображению. Война до белого коленя раскаляла мои мозги. В глубине же самого моего духа я никак не мог себе представить, чтобы христиане до еще XX века могли объявлять войну, могли воевать, и чтобы в жизни христиан когда-либо смогла существовать война. Мне в то время казалось, что не только война, но и всяко-частное убийство, будь оно совершено во имя его самосохранения, как оборонительное убийство, все равно оно есть прежде всего сознательное насилие над самим Богом, притязание на жизнь самого Бога, нестерпимое жгучее желание уничтожить Бога и желание на его место, то есть Бога, поставить облаготворение людской вражды против Бога, облаготворение абсолютной смерти, абсолютного небытия, абсолютного ничто. И действительно, нужно только в это время хорошенько вдуматься, и тогда убедишься, что это так и есть на самом деле. Нужно только представить себе, с одной стороны Бога, творящего и свое создание, в частности человека, с другой стороны людей, сознательно и озлобленно уничтожающих во имя чего бы то ни было друг друга, как самое творение его, и сразу все будет просто и понятно, что всякое убийство есть противное Богу, есть вражда против Бога, есть посягательство на уничтожение самой сущности Бога. Правда, хоть я так и думал о войне и в частности о всяком частном убийстве, однако мысли мои относительно всего этого были только одними голыми мыслями. Они не имели в себе никаких корней, и также под собой не имели никакой постоянной твердой почвы. Я, как трость, колеблемая ветром, колебался то против войны, то за войну. В эти столь мучительные для меня лично ночи, я от людей перенесся своей мыслью на хищных кровожадных зверей, на плотоедных птиц, на воинствующих муравьев и так далее, и опять не мог никак понять. И опять ядовитое сомнение относительно войны холодной змеей проникло в самое сердце, и там уже делало свое дело.